Привет, друзья! Вы находитесь на канале Артём Живёт в Европе. Сегодня у нас такое солнечное утро в Амстердаме. Но Амстердам далеко не единственное место, в котором я успел побывать и пожить за последние годы. Если вы новенький на моём канале, хотел бы сказать вам, что меня зовут Артём. Уже больше 15 лет я живу в Нидерландах, но последние годы я постоянно переезжаю с места на место. По различным, в основном, европейским городам исследую жизнь, делаю путевые заметки, пользуюсь общественным транспортом, хожу на пляж, занимаюсь спортом и встречаюсь с людьми. Иногда люблю потусить. И мне очень нравится делать видео обо всех происшествиях моей жизни в различных уголках Европы и рассказывать об этом своим зрителям. Поэтому, если вам тоже интересно узнать о жизни в Европе, подпишитесь на мой канал. И надеюсь, что мы встретимся с вами ещё не один раз. Тема сегодняшнего видео снова перевод денег из Европы в Россию. Судя по количеству комментариев, я понял, что тема переводов денег из Европы в Россию в 2024 году важна, в принципе, для очень многих людей. В этом видео я вкратце расскажу, как я это делаю и сделал буквально 20 минут назад за одну минуту. Сегодня субботнее утро и так тихо, довольно тепло. Голубое небо, наконец-то, лето пришло в Голландию. У меня на канале уже есть несколько видео о переводах денег из Европы в Россию в 2023 году. В 2023 году я рассматривал в более подробном видео три способа, как я пытался перевести деньги из Европы в Россию. Но в 2024 году остался один быстрый, но безопасный метод для перевода денег из Европы в Россию. Метод, которому я, в принципе, доверяю. Просто потому, что я уже так делал несколько раз и сделал снова 20 минут назад. Суть метода очень проста. Если у вас есть счет в банке в любой европейской стране, то, соответственно, вы имеете доступ к интернет-банку в этой европейской стране. В России у меня есть один товарищ, которому я доверяю, который проживает в Российской Федерации, но у которого есть также счет в какой-либо сопредельной стране. В моем случае у товарища счет есть в Казахстане. Система Western Union позволяет переводить практически мгновенные переводы из Европы в Казахстан. Все делается мгновенно и деньги переводятся с карты на карту. Эквивалент в рублях данный товарищ переводит на мой собственный счет. В Райфайзенбанке, который мне открыли в прошлом году, прошлым летом, когда я приезжал в Омск, открыли по туристической визе, даже в случае, что у меня не было вида на жительство в России. Переводить напрямую в Райфайзенбанк я не советую, потому что я перевел тогда 500 евро, а получил 414 евро. То есть 86 евро ушло на комиссию. Однако в случае перевода через Western Union комиссия минимальна, и она несравнима с комиссией, драконовской комиссией, которую с меня содрали в прошлом году в Райфайзенбанке. То есть в течение одной минуты мой товарищ переводит эквивалент в рублях мне на мой счет, и, пожалуйста, деньги пришли. У Райфайзенбанка есть также дополнительные карточки, которыми, например, может пользоваться мои родители. То есть, в принципе, они имеют доступ к тем деньгам, которые я переслал в свой Райфайзенбанк. Вот, в принципе, и весь метод. Еще раз хотел бы повторить, что я испробовал различные три способа для перевода денег. Мне в комментариях писали про то, что можно переводить деньги через криптовалюту. Это, в принципе, возможно, но в том случае, если у вас есть вывод денег на этот, например, российский банковский счет через какую-либо криптобиржу. Однако для людей, которые более старшего возраста, например, наших близких родных, родителей и так далее, этот способ вряд ли подойдет, потому что он немного сложный. Я очень рад, что вы досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, если считаете, что информация полезная. Напишите свой комментарий и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Пока-пока! В Амстердам же пришла долгожданная жара, но об этом в следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!